Один раз у меня был семинар, я что-то такое писал очень много на бумагах, раскладывал на земле, потом показывал, вот постойте здесь, подумайте об этом, подумайте об этом. И люди начали конспектировать, записывать, они потом, а можно мы эти бумажки возьмем с собой? В конце семинара я просто скомкал все эти бумажки, вот просто порвал у них на глазах и выкинул полностью. Я говорю, а теперь, друзья, забудьте все эти бумажки, это полная чушь. Если вы отнеслись к тому или иному учению, рассуждению, слишком серьезно, значит, что-то с вами не в порядке, вы впали в ум. Поэтому все, что вы слышите в сегодняшних рассуждениях, в этих самых рассуждениях о высоком. У меня есть тоже один друг прекрасный, Леонид Иванович его зовут. Вот когда мы впадаем, такой, как прекрасный индикатор реальности, когда мы впадаем в слишком высокое состояние, он приходит и говорит так, вы все о высоком, и в этот момент вот эта вот наша духовная спесь, она как мыльный пузырь, она сдувается, мы перестаем быть теоретическими, великими, духовными, богословскими, и просто от души хохочем. Поэтому очень важно, что если у человека остается ирония по поводу собственной великости и духовности, значит, с ним еще все в порядке. Если он к этим вещам начинает относиться слишком серьезно, значит, ему пора лечиться. Найти хорошего психотерапевта и так просто-напросто рассказать. Знаете, доктор, я возомнил себя духовной личностью. И многие люди вокруг говорят, что со мной что-то не в порядке. Поэтому подскажите мне, пожалуйста, как мне от этого выздороветь. И потом регулярно ходите, платите денежку вашему психотерапевту, рассказывайте, что вы духовная личность, что вы впали в это совершенно сумасшедшее прельщение о себе самом, вот вы теоретически познали какое-то там богословие или чего-то. Ну и дай бог, если вы лечитесь за пять, за шесть сеансов, а так придется ходить всю жизнь. Вот, поэтому не относитесь никогда ни к чему, что вы даете себе за слишком высокое, слишком духовное, слишком серьезно. И пускай жизнь сама по себе, вот она течет, проявляется радость, способность любить, способность быть открытым. Пусть она захватывает вас, эта жизнь. Потому что в этой жизни, в жизненности больше правды, чем во всех рассуждениях о ней. В Боге, в самом, больше правды, чем в любых рассуждениях о Боге. В любви больше правды, чем в любой концепции любви. Поэтому, вот пускай вот это вот самое главное остается. Вот то, что реально, то, что по-настоящему. Спасибо. Спасибо.